Ну да, только начиная вот-вот-вот. А, ну вот, сначала, Молочага, давай. Ну, я сюда и попал. Ну вот, Молочага, начиная тогда. Не на храм презрит Бог, а на смиренного и сокрушенного духом. Все мучения Иерусалима вознаграждены. Мир, как река. Иерусалим утешен, как утешает мать. Так говорит Господь. Небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня и где место покоя моего? И да все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. Заколающего вала, то же, что убивающего человека. Приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса. Приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиан, то же, что молящийся идут. И как они избрали, это типа ладана в церкви, ну, благовония типа. И как они избрали собственные пути свои, и душа их находит удовольствие в мерзостях их. Так и я употреблю их обольщений и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне. Выслушайте слово Господа, трепещущий перед словом его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя мое, говорят, пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше. Но они будут постыжены, вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучились родами, а родила. Прежде нежели наступили боли ее, разрешилось сыном. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как все он? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Доведу ли я до родов, и не дам родить, говорит Господь. Или давая силу родить, заключу ли утробу? Ну, заключу, закрою, ну, типа не даст родить. Через кесаре только, типа. Возвеселитесь с Иерусалимом, и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним, с ним радостью, все ситовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов его утешений, упиваться и наслаждаться при избытком славы его. Ибо так говорит Господь. Вот я направляю к нему мир, как реку и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения ваших. На руках буду носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас. И вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши растетут, как молодая зелень. И откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. А, неправильно. В рощах, один за другим, едят свиное мясо и мерзость, и мышей. Все погибнут, говорит Господь. Спасенные из них будут посланы возвести славу Божию среди народов. И рассеянные будут представлены в Иерусалим для поклонения. Ибо я знаю деяния их и мысли их. И вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою. И положу на них знамения, и пошлю из спасенных от них к народам. В фарсис, к пулу и луду, к натягивающим лук, к тубалу и явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне, и не видели славы моей. И они возвестят народам славу мою и приставят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою. В Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде, из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь, ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь. Так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, и с субботы в субботу, будет приходить всякая плоть, пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. И будут выходить, и увидят трупы людей, оступивших от меня, ибо черх их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти.